Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку с наклоном назад. Высота данной шапочки 26 см от макушки до начала вязания резиночки. Или правильнее сказать от начала вязания резиночки до макушки. Она идет у меня немножечко с нахлестом назад, посмотрите. Можно ее подворачивать вовнутрь, можно заворачивать как шапочку Бини. В принципе я ее вязала непрерывным вязанием на чулочных спицах. Обратите внимание, у меня нет никакого шовчика. Абсолютно шапочка вот такая вот бесшовная. Единственное, что с задней стороны между, у нас получается, если вы посмотрите на шапочку, между первой и последней спицей, если вязать на чулочных, вот такая вот полосочка немножечко слегка шире из изнаночных петелек, чем остальные. То есть так вы можете отличить, где задняя сторона, а где передняя. Но абсолютно ничего страшного, если вы этой полосочкой оденете на бок. Абсолютно. Вязала я вот этот узорчик, переходя из резиночки 2х2 на вот такой замечательный узорчик, состоящий из резинки 1х1 и изнаночных петель чередования. Мне этот узорчик очень понравился. Такую шапочку можно связать просто вот так вот. Можно связать с отворотиком, будет уже гораздо теплее, но довольно-таки получилось плотненько. И посмотрите, с внешней стороны у нас такие вот зубчики меленькие получаются, а с внутренней стороны у нас, как обычная резиночка 1х1. То есть никаких зубчиков вовнутрь нету, она очень мягкая. Вот такую шапочку можно связать и с вот таким вот небольшим отворотиком, нахлестом для пуговичек, вот как на основном видео. Для этого вам нужно будет набрать на 10 петель больше от основного вязания и провязать резиночку прямыми обратными рядами. Затем сделать этот нахлест и провязать эти 10 набранных петель вместе с первыми петлями при закруглении вязания нашего. Но в принципе этого, как мне кажется, делать здесь не нужно. Можно в принципе сделать еще вторым вариантом. Это набрать по боковым петелькам вот здесь вот лицевой петли, вот здесь вот с этой стороны. И захватить буквально несколько рядочков вверх. Затем провязать платочной вязкой, закрыть петли и пришить две пуговицы. Это, скажем, такой самый простой вариант, если вы хотите именно вот, чтобы было с пуговицами. Ну, как по мне, эта шапочка очень смотрится гармонично, просто без шва. И узорчик ее не утяжеляет ничего. То есть, в принципе, можно связать ее в любом цвете. И мне что понравилось, что она подходит как для мужчины, так и для женщины. Данную шапочку я вязала на окружность головы где-то 56 сантиметров в среднем. То есть 55-57 тоже подойдет в эти цифры. И довольно-таки, на мой взгляд, она вяжется легко, быстро и просто. Поэтому, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь. Ушло у меня немножко меньше, чем моток. Поэтому, конечно же, свяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пиряжу Alize Alana Gold 240 метров в 100 граммах полушерстяная пиряжа. Более подробно вы сможете посмотреть отдельный видеообзор по этой пиряжи. Ссылочку оставлю, смотрите в описании под этим видео. Далее вязать спицами буду 3,5 чулочными. Можете заменить на круговые, если вам так проще. Также нам понадобится крючок для заправки кончиков и ножнички. Для начала нам нужно набрать количество петелек кратное 4. То есть, чтобы делилось на 4. Я набрала 96 петелек и, соответственно, распределила на 4 спицы по 24 петли. И связала 5 см резиночки 2х2. То есть, чередовала 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные петли. И провязала таким образом 12 рядочков. У меня получилось 5 см в высоту. И я дальше буду продолжать переходить на основной узорчик. Первый ряд основного узорчика у нас состоит из чередования петель то лицевая, то изнаночная. Как своего рода формирование резиночки 1х1. То есть, чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца первого ряда узора. Первый ряд у нас довязан. И второй ряд мы повторяем аналогично первому. Вяжем чередование лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть, повторяем первый ряд по рисунку. Над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными вяжем изнаночные. И у нас также получается лицевая и изнаночная. То есть как два ряда резиночки один на один. Это второй ряд рапорта в высоту. И, наконец, последний третий ряд рапорта в высоту. Все петельки изнаночные. Мы вяжем над лицевой предыдущего ряда изнаночную петлю и над изнаночной петлей предыдущего ряда изнаночную петлю. То есть третий ряд, все петельки изнаночные. И теперь четвертый ряд вяжем как первый. Чередуем лицевая и изнаночная петля, лицевая и изнаночная петля. То есть как формирование резиночки один на один. Так вяжем четвертый как первый ряд. Второй вяжем. Ряд получается восьмой, то есть как второй. И девятый ряд так как третий ряд. То есть всегда будем чередовать два ряда резиночки один на один. Затем просто изнаночные петли. Снова два ряда резиночки один на один. Изнаночные петли. И вот так вот, как вы поняли, уже самый простой узорчик. Но получается довольно-таки симпатично. И при этом он ложится на голову как резиночкой. И из-за этого имеет красивую такую вот прилегающую форму на голове. Вот. И мне кажется, что это очень даже красивый узорчик выглядит в целом. И благодаря вот таким вот изнаночным петелькам получаются такие вот как бы маленькие-маленькие шишечки. Вот так вот будем вязать. Чередуя два ряда лицевая и изнаночная. Затем ряд изнаночный. Из таких вот трех рядочков и состоит рапорт узора в высоту, которые постоянно повторяются. Я буду вязать вот таким вот узорчиком высоту где-то 23-24 сантиметра. В зависимости от того, сколько вы хотите в высоту шапочки. Нам нужно закончить вот такое вязание. От начала первого ряда резинки до начала убавления макушки, петелек для макушечки. Нужно провязать, если вы хотите высоту общую шапочку 26 сантиметров, то нужно провязать 24 сантиметра. То есть 2 сантиметра уйдет, где-то 2-2,5 сантиметра уйдет на убавление макушки. Если вы хотите шапочку покороче, то есть чтобы она не слишком свисала, можете сделать 25 сантиметров общую высоту шапочки. При этом вам нужно будет закончить через где-то 23 сантиметра, даже 22,5 сантиметра провязывание вот этих вот рапортов узорчика и от начала вязания до начала убавления. Я думаю, что здесь вам все понятно, просто чередуете, вяжете сначала резиночку 2 на 2, затем переходите 2 ряда резиночки 1 на 1, затем изнаночные петли. Снова 2 ряда резиночки 1 на 1, изнаночные петли. Итак, я провязала общую высоту шапочки, у меня получилось 23,5 сантиметра, мне показалось этого более чем достаточно. И я провязала 19 полных рядочков и 1 ряд, первый ряд 20 рапорта в высоту. И сейчас нахожусь на провязывании в начале 2 ряда рапорта 20 по счету от резиночки до начала убавления макушки. И сейчас буду вязать первый ряд убавления для макушки. У меня общее количество петелек хорошо делится на 8. Я так и буду убавлять через каждые 6 провязанных петелек, вязать 7 и 8 вместе 1 изнаночной петлей. Итак, вяжем 1 лицевая, 2 изнаночная, далее 3 лицевая, 4 изнаночная, 5 лицевая, 6 изнаночная, а 7 и 8, у меня получается лицевая изнаночная петля, я вяжу 1 вместе изнаночной петлей. Дальше снова лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3, это 6 петель. Дальше 7 и 8 я вяжу вместе 1 изнаночной петлей. И снова повторяю, лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3, а лицевая, изнаночная, следующая, четвертая пара, я вяжу вместе 1 изнаночной петлей. То есть каждую 7-8 петельку этого ряда я буду провязывать вместе 1 изнаночная. И так до конца этого ряда. Второй ряд убавления макушки я буду вязать, уже получается, третий ряд рапорта, все петельки изнаночные. И вот где у меня 2 изнаночные, то есть через каждые 5 петелек, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, вот они 2 изнаночные, я буду вязать 2 вместе 1 изнаночной. Так мы сократим еще по одной петельке. И так по рисунку у нас идет лицевая, изнаночная, я вяжу, получается, 2 изнаночные, снова лицевая, изнаночная, 3-я, 4-я получается, и лицевая, это еще 1, 5-я изнаночная. Далее у меня идут 2 изнаночные, я вяжу 1 изнаночной вместе 2 петли, то есть получается уже мы связали 6 изнаночных. И дальше продолжаем снова 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, и дальше 6-я, 7-я вместе 1 изнаночной. Снова вяжем 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, и 6-я, 7-я у меня идут вместе 2 изнаночные, 1. И снова 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, и 6-я, 7-я изнаночные вместе 1 изнаночной. И вот так вот будем чередовать до конца ряда, вяжем все петельки изнаночные, так как это третий ряд раппорта узора высоту. И там, где у нас 2 изнаночные, мы вяжем, сокращаем 1 изнаночную, вяжем 2 вместе 1 изнаночной петлей до конца этого ряда. Третий ряд макушки мы провяжем по рисунку, так как у нас должны ложиться петельки, вот так вот по нашему узорчику. То есть первая у нас лицевая, так и вяжем лицевой, далее вторая изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная. И идет чередование лицевая-изнаночная до конца третьего ряда, тем самым мы начинаем уже получается вязать первый ряд раппорта узора высоту. И вот у нас получается лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная, и лицевые ложатся над лицевыми на ряд ниже, если посмотрите, и изнаночные ложатся над изнаночными, которые на ряд ниже. То есть вот так вот по рисунку сейчас провяжем, ничего не меняя, то есть просто как вяжем первый ряд раппорта узора. В четвертый ряд продолжаем делать убавления. Вяжем первые четыре петли, чередуя лицевая-изнаночная, первая пара, и лицевая-изнаночная, вторая пара. Дальше у нас идет лицевая-изнаночная, я вяжу две вместе петли одной изнаночной. Дальше у нас снова идет лицевая-изнаночная, первая пара, лицевая-изнаночная, вторая пара. И лицевая-изнаночная вяжем вместе одной изнаночной, то есть делаем убавление. Итак, третий раз и четвертый вяжем лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная, четыре петли. А пятая, шестая петля вяжем две вместе одной петлей изнаночной. И вот так я буду сокращать до конца этого ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И лицевая, изнаночная вяжем третью пару одной изнаночной петлей. Пятый ряд это ряд там, где у нас получаются все изнаночные петли. То есть третий ряд рапорта узора. Поэтому мы сейчас точно так же, как и в прошлый раз, там где две изнаночные, будем вязать две вместе одной изнаночной. А все остальные петли, все полностью изнаночные. То есть смотрите, у нас сейчас сократилось до 60 петель по кругу. У меня на четырех спицах осталось по 15 петель. И мы продолжаем дальше. Получается вязать первые три петли изнаночные. Один, два, три. А дальше четвертая и пятая петля, две изнаночные, вяжем одной изнаночной. Снова один, два, три изнаночные. И четвертая, пятая, одной изнаночной. То есть все петли, фактически третий ряд у нас изнаночный. Но там, где две изнаночные, мы вяжем вместе одной изнаночной. То есть сокращаем снова по одной петельке. И у нас на спице уже сократится еще три петельки. Вот снова у нас лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная мы вяжем. Все петельки три изнаночные. И дальше там, где две изнаночные, вяжем одной изнаночной. То есть у нас уже получается четыре петли всего от убавления до убавления. Один, два, три изнаночные. Четвертая, пятая вместе одной изнаночной. То есть четвертая изнаночная. Снова один, два, три. И четвертая изнаночная это у нас убавление. Сокращение, провязывание двух изнаночных одной петелькой. И снова три изнаночные. Четвертая изнаночная это убавление. Вот так вот до конца этого ряда. Шестой ряд макушки это ряд формирования первой. Вот здесь вот первый ряд рапорта. То есть чередуем лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И так чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Первая петелька у нас как всегда лицевая. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть первый ряд рапорта мы вяжем по рисуночку. Формируем наш рисуночек красивый, чтобы он у нас не сбивался. И вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная без изменения. Седьмой ряд продолжаем делать убавление. Вяжем первую, вторую петлю по рисунку, то есть лицевая, изнаночная. А дальше лицевую, изнаночную, то есть третью, четвертую петлю вяжем одной изнаночной петлей. Снова лицевая, изнаночная и одна изнаночная вместе, две петли. Лицевая, изнаночная, а следующая лицевая, изнаночная. Убавление одной изнаночной петлей, две петли вместе. И так продолжаем убавлять до конца этого ряда. Лицевая, изнаночная, две вместе петли, следующие изнаночные. Лицевая, изнаночная, две вместе петли. И дальше по рисунку изнаночной. Восьмой ряд макушки это третий ряд рапорта высоту. Все петельки изнаночные. Поэтому вяжем первую петлю изнаночной. И снова у нас две петельки изнаночные. Мы вяжем две вместе одной изнаночной. Снова лицевую вяжем изнаночной. Дальше две петельки изнаночные. Вместе вяжем одной изнаночной. И снова лицевая изнаночная петлю вяжем. И 2 вместе петли изнаночные вяжем 1 изнаночный. То есть, сокращаем до тех пор, пока у нас не останется на каждой спице по 6 петелек. Снова лицевую вяжем изнаночной. И 2 изнаночные вяжем 2 вместе 1 изнаночной. То есть, снова там, где 2 изнаночные, просто вяжите 1 изнаночную. Все остальное по рисунку. Все петли изнаночные. У нас в принципе остается всего лишь одна лицевая, поэтому вяжем ее изнаночной и сразу идет убавление. Изнаночное убавление. Девятый ряд макушки это первый ряд рапорта, поэтому вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Как всегда распределяем петельки по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот так вот вяжем чередование до конца этого ряда. В десятом ряду для удобства я перенесу последнюю вот эту изнаночную петельку к первой лицевой петле, непровязанной. То есть обратите внимание, я ее приспускаю. Она получается непровязанная, последняя первая петля на одной первой спице. И теперь смотрите, вот эту лицевую и изнаночную первую петельку я вяжу вместе одной лицевой. Снова у нас идет изнаночная лицевая, я завожу за лицевую петельку и две петли лицевую и изнаночную вяжу вместе. Снова изнаночная лицевая, я завожу за лицевую петлю спицу и вяжу вместе одной лицевой. У меня остается одна изнаночная, я переношу ее на следующую спицу. Снова у меня получается изнаночная лицевая, я вяжу вместе лицевую и изнаночную одной лицевой. И вот так вот попарно я провяжу полностью все петельки, сокращая петли в этом ряду в два раза. В конце ряда у меня осталось всего лишь 12 петелек по три на каждой спице из четырех. И теперь я все 12 лицевых провяжу лицевыми петельками и в этом ряду. То есть смотрите, я просто вяжу все петельки, как бы закрепляю предыдущие ряды убавлений. Вот закрепляю я просто лицевыми петельками, не нужно здесь ничего выдумывать. Абсолютно здесь все как бы уравниваем, все закрепляем. Затем первую петлю следующего ряда вяжем также лицевой. Вяжем на правую спицу первую петельку лицевой. И одеваем ее обратно провязанной на левую спицу. Вот так. У меня получается первая провязанная лицевой, все остальные петли не провязаны. И теперь мы поочередно спускаем на первую петлю вторую петлю. Полностью со спицы ее спускаем, при этом она получается переодета на первую петлю. Затем третью петлю я также подхватываю правой спицей и спускаю на первую провязанную петлю. И полностью снимаю ее со спицы. Убираю спицу левую и правой снова переодеваю вот эту первую петельку, связанную лицевую. И поочередно со второй спицы я переодеваю все петельки на эту провязанную лицевую петлю. Вот так вот. Снова убираю вторую спицу. И правой спицей переодеваю на следующую спицу эту петельку. И все на нее спускаю. То есть таким образом я делаю стягивание петелек на одну петлю, первую провязанную лицевую. При этом обратите внимание, что у нас все спицы постепенно уходят. И остается всего лишь одна спица, на которой это единственная петля. Вот так у вас должно получиться. Немножечко призатяните ее. Я даже вытяну, чтобы вам показать, что должно у вас в итоге получиться. Вы такого не делайте, чтобы у вас не спала вот эта рабочая петля. Потому что вам потом заново придется ее переснимать. Они легко распускаются, поэтому будьте осторожны. И у нас в итоге получается макушка вот такая вот аккуратная, кругленькая. Как вы видите, убавлений не видно. Ну, практически не видно. Я бы сказала, их не видно. Вот. При этом равномерное получается убавление. И макушка у нас получается вот такая вот закругленная. При этом стягивайте петельку вот эту вот до тех пор, пока у вас не останется дырочки. Но в то же время стягивайте в меру, чтобы у вас не получилась вот такая вытянутая макушечка. Вот здесь вот такая вот пимпочка сверху. Вот. То есть сильно не затягивайте. А теперь берем крючок. И для удобства крючком вот так вот я заново одеваю петельку. Стягиваю еще раз вот эту петлю. Тяну ту рабочую ниточку, ту петлю. Вот такими вот движениями. Стягиваю макушку. И делаю две воздушные петли. Причем первую затягиваю хорошо. И вторую делаю воздушную петлю. Затягиваю и привытаскиваю небольшой краешек ниточки. Отрезаю. Вытаскиваю рабочую нить. И затягиваю хорошо последнюю воздушную петлю. Теперь беру снова крючок. И вот так вот вывожу этот краешек на изнаночную сторону. Крючком подхватываю ниточку, хвостик наш. И вытаскиваю на изнаночную сторону. При этом, чтобы у вас все хвостики, ниточки были на изнаночной стороне. На изнаночной стороне хотите, можете закрепить еще раз, чтобы у вас ничего по ходу носки не вытащилось. Вот, можете в принципе не закреплять, просто равномерно спрятать вот этот хвостик с изнаночной стороны, вывернув шапочку на изнаночную сторону. И также не забудьте спрятать вот этот хвостик, который нам был отметочкой начало-конец ряда, при наборе вот этих вот начальных петелек для первого ряда. И у нас получилась вот такая красивая макушечка. При этом на голове она будет красивенько вот так вот завернута и очень аккуратно смотреться. По желанию, конечно же, можете закрепить помпончик, если хотите. Вот, ну в принципе, мне кажется, что эта шапочка и так довольно-таки красивая. И по желанию, можете сделать отворотик, либо его можно сделать в начале, но, честно говоря, я не очень люблю, когда шапочка, скажем так, рассоединяется. То я рекомендую вам набрать где-то с боковой стороны, из вот этих вот лицевых петелек, вот здесь, до самой-самой, вот здесь вот можете даже до второго рапорта, вот здесь вот до конца второго рапорта, набрать из боковых лицевых петелек. И в том числе вот этой вот изнаночной, первой можете вторую захватить. И затем провязать ровным полотном. И у вас получится такой вот отворотик, пришиваете две пуговички, ничего там сложного не нужно. Вот, в принципе, довольно-таки, как на мой взгляд, получается аккуратненько. Можете, по желанию, намочить и высушить, для того, чтобы шапочка немножечко стянулась вот здесь, где наша резинка, и разровнялась там, где макушка. Хотите, можете посушить на манекене, на шарике, еще я видела сушат, можете на банке, как раньше делали наши родители. Вот, ну, в принципе, как на мой взгляд, она хорошо держит форму и в дополнительных, скажем так, каких-то укладках не нуждается. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, было со мной интересно. Конечно же, не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Не забывайте лайкнуть. Всем хорошего настроения. Пока-пока.